Здравый смысл! Да, здесь как раз мы сейчас переходим от теплого периода к более прохладному, и соответственно на иммунную систему тоже у нас идет нагрузка. Поэтому здесь нужно скорректировать рацион и добавить те продукты, которые благоприятно влияют на наш иммунитет. Какие это продукты? Что стоит обязательно добавить? Так как у нас в основном иммунная функция определяется здоровьем кишечника, то обязательно нужно добавить те продукты, которые благоприятны для кишечника. Это, например, ферментированные овощи. Также можно к ферментированным продуктам отнести моченые яблоки, комбучу, йогурт и кефир. Ну как раз вот о последних двух продуктах тоже я говорю. Главное, чтобы была их нормальная переносимость. Не было лактазной недостаточности, не было никаких аллергических реакций. Потому что если есть какая-то реакция на эти продукты, то, к сожалению, мы опять же подрываем свою иммунную систему. То есть их тогда заменить на ферментированные овощи, да? Это квашеная капуста, насколько я знаю. И особенно еще можно выделить сок от квашеной капусты. То есть там содержатся пробиотики. Это полезные бактерии для нашего тоже кишечника. Поэтому кто, например, не может переносить квашеную капусту, могут пить сок. Я знаю, уже не первый раз разговариваю с нутрициологами, в том числе и в нашей студии. И всегда они говорят, что зимой и перед зимой повысить употребление жиров, правильных жиров. Да, как раз вообще от того, что там, например, раньше жировхобия была, то есть все боялись жиров. Сейчас и зимой, и осенью особенно нужно обратить внимание на жировую составляющую рациона. Я бы рекомендовала включить и жирную рыбу, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Плюсом, если, например, рыбы в составе рациона нет, то дополнительные добавки с омегой-3 обязательно. Плюсом, сливочное масло. У нас очень боятся почему-то и сливочное масло, и тоже сало. Если нет никаких противопоказаний, то, пожалуйста, тоже добавляйте. И сало. Да. Но тут его тоже нужно правильно использовать. То есть, например, если вы захотели, то без, например, быстрых углеводов, то есть сало не заедать конфеткой, к примеру. Или, например, использовать его с той же квашеной капустой. То есть клетчатка, она тоже способствует тому, чтобы у нас не было перебора жира. Сало с клетчаткой. Да. Что касается овощей, свежей зелени, овощей здесь какие будут рекомендации? Если летом мы принимали их больше, то сейчас? Сейчас, ну, нужно понимать, что если сейчас пока на данный момент еще есть, ну, такие сезонные, да, то, например, зимой все-таки замороженные овощи, можно найти замороженный шпинат, тоже его использовать. Здесь нам нужно получать от них именно клетчатку, потому что клетчатка – это благоприятная среда для бифида наших бактерий в кишечнике. И, опять же, это основа иммунитета. Плюсом они выводят ненужные нам там вещества, которые уже метаболизируются в нашем организме. Но очень часто я сталкиваюсь с тем, что 500, 600, 800 грамм овощей – ну, нереально некоторым людям. Это в сутки нужно, до 800. Да, сейчас уже новая рекомендация – 700, вот 700, да, кто с лишним весом даже 800, ну, это почти килограмм, да. Да, согласитесь, что не всем это реально, это причем исключаются именно овощи в этом количестве крахмалистые, то есть картофель не считается. И, соответственно, чтобы добрать, тогда нужно использовать, например, функциональную еду, то есть это пектин, например, псилюм – это экстракт подорожника, это тоже такие волокна, которые разбухают в кишечнике, ну, и, соответственно… Они как биодобавка продаются, да, их просто добавляют в еду, да? Да, это добавка к еде, они могут быть и в капсулах, и в порошке, то есть в зависимости от удобства можно найти в порошке, например. Даже в аптеке есть лекарственные препараты на основе, соответственно, этих веществ для профилактики запора того же. Просто многие боятся, там, например, использовать тот же псилюм, потому что не всегда на слуху вот это вещество, но на самом деле это основа некоторых лекарств. А вот отруби очень часто продают, там, развес или ещё как-то, это ведь тоже источник клетчатки. Да. Можно ли им восполнять, вот, например, те 700 граммов, которые мы не успеваем, допустим, в течение суток принимать, можно ли добавлять с помощью отрубей? Да, часть можно, но единственное, что нужно учесть, что там содержится фитиновая кислота, это антинутриент, и он конкурентно может связывать кальций, например, или те же витамины, которые мы используем дополнительно, например, той же осенью, да. И что здесь нужно? Во-первых, не сочетать, если вы витамины пьёте и отруби рядом, или там, например, какие-то даже лекарственные средства, чтобы они конкурентно не связывали их. То есть выдержать время, да, между ними, а сколько? Ну, примерно 2 часа. То есть, вот, например, если вы с утра используете какие-то витамины, там, или лекарственные средства используете, то можно, вот, например, отруби к обеду добавить или к полднику. На ужин я их не рекомендую, потому что всё-таки кишечник тоже должен отдыхать вечером и ночью, а отруби – это такой продукт, который заставляет его работать. И ещё один момент – обязательно запивать стаканом воды. Потому что отруби, они тянут на себя слизь, и, соответственно, если мы не будем пить воду, то обеспечены проблемы со стулом. А вот пектин, пектин – это же элемент яблок, да? Да. То есть компонент такой, если, например, заменять его яблоками теми же. Яблоки, они хороши, но тоже в меру. То есть сейчас тоже идёт перебор фруктозы в рационе. Мы, конечно, фрукты не убираем, но в то же время понимаем, что доза у них тоже там до 300 грамм яблок в сутки. В сутки, да. Кстати, яблоки, морковь и капуста, и также свекла – это вот чемпионы по клетчатке в своём составе. Потому что многие пациенты, например, говорят, что я ем достаточно много овощей и, соответственно, клетчатки. И когда спрашиваешь, там только помидоры и огурцы, а в них очень мало клетчатки. То есть они в этот рацион не входят, да? Ну да, тут лучше всё-таки вот эти продукты, которые наши местные, в принципе, и сезонные на данный момент, это вообще отлично будет. Да, очень интересно. Я, например, не знала об этом. Мне казалось, что те же огурцы, допустим, да, там же, по сути, одна клетчатка и вода, казалось мне, но… Ну, там больше воды всё-таки, там клетчатка, она есть, но не такая концентрированная, как вот если, например, свекла, к примеру, или капуста. Кстати, свекла – это единственный овощ, который даже при варке сохраняет свою клетчатку. А если, например, говорить о других овощах, они всё-таки в сыром виде содержат больше клетчатки, чем, например, в приготовленном. Ну, а если варить, что называется, аль денте, не до полной готовности, это поможет сохранить? Да, поможет. Хотела бы говорить о суперфудах. Какие стоит ввести, на что обратить внимание именно осенью? Ну, из суперфудов наших, например, российских, я бы рекомендовала шиповник. Он содержит огромное количество витамина С. Единственное, что нужно его запаривать не кипятком, а примерно 80 градусов и с вечера. И вот этот как раз напиток. То есть на ночь, чтобы он настаивался? Да, да. Напиток пить дальше в течение дня. Потом клюква. Клюква, брусника. Вот эти такие наши суперфуды. Сюда же квашеную капусту ещё раз повторюсь, потому что проводили даже исследование, что там очень много полезных бактерий. И это восстанавливает тоже кишечную стенку. Ну, сейчас актуальная тема всё-таки противовирусной защиты, да? Будь то ковид или ещё какие-то другие вирусы. Что здесь порекомендуете? Как усилить питание, чтобы защититься дополнительно? Здесь надо обязательно включать источники витамина D. Вот недавно тоже смотрела обзор, что витамин D участвовал в 5000 исследованиях, как раз профилактика различных вирусных заболеваний. Это, я уже о них тоже говорила, это сливочное масло и сало, это большое количество содержания витамина D. Но опять же, я рекомендую, так как вот исходя из практики, каждый второй пациент приходит с недостатком витамина D и всё-таки его восполнять по анализам. То есть дать анализ и посмотреть, нужно ли ещё дополнительно. Потому что мы, конечно, обогатим еду свою, но мы такое количество не съедим, сколько нужно. Вот я тоже смотрела примерно по количеству витамина D. Нужно съедать каждый день, например, той же ещё, кстати, жирной рыбы по 500 грамм в день. Это тоже не всем доступно и реально. Потом, например, 12 стаканов кефира можно выпить для того, чтобы... Это можно одним кефиром питаться. То есть мы не восполним порой, да, мы обогатить можем, но не восполнить 100%. Также цинк нам обязательно нужен. И тут я хочу сказать, что самые такие богатые – это бразильский орех. Ну, вообще все орехи, они богаты цинком. Добавляйте в свой рацион. Устрицы, ну, опять, устрицы – это тоже не всегда они доступны. Это одни из чемпионов. Ну, и плюсом витамин С мы тоже уже проговорили, его источники – это шиповник, цитрусовые. И плюсом ягоды, например, эти же клюква и брусники. Ну, то есть витамин С, да, цинк и источники витамина D. То есть усилить сейчас вот эти вот составляющие. Ну, если про витамин D, в принципе, и про витамин С понятны. Мы даже делали об этом как-то отдельные программы. То как участвует цинк в противовирусной защите? Стало интересно. Ну, цинк, он блокирует как раз репликацию вируса в самой клетке. То есть тоже есть исследование, которое показывает, что если цинка недостаточно, то период простудных заболеваний он может и по количеству дней увеличиться, и плюсом по тяжести. Поэтому цинк всё-таки рекомендует, ну, и достаточно большие дозы в первые дни заболевания, если оно уже произошло прям на первых днях, можно словить и предотвратить эту репликацию вируса. Там дозировки, ну, у всех индивидуально, думаю, что в эфире мы не будем это обсуждать, но в то же время вот нужно задуматься о том, что если недостаток цинка есть, а здесь можно посмотреть и ногти, и волосы, это всё ломко становится. На ногтях бывают такие белые вкрапинки. Также плюсом можно сдать даже анализ на цинк, но обычно в крови уже показывают, когда мы прям совсем в дефиците. Кровь – это уже прям инстанция такая. Ну, для профилактики я тоже рекомендую своим пациентам цинк дополнительно использовать. Ну, именно в БАДах, да? То есть не в орехах орехами не восполнить? Нет, это как вот просто обогащение рациона орехами, а БАДами, да. А цинк в БАДах его вот как витамин D постоянно принимают или какими-то курсами всё же? Цинк – это такой элемент для только курсового приёма. То есть он накапливается достаточно быстро, и если его используют там более месяца-двух, то он может дальше давать токсический эффект. Поэтому здесь, конечно, вот как раз сезонные такие… Ну, то есть сейчас самое время пропить там курс цинка и, в общем-то, защитить себя. Хотела тоже ещё поговорить о питьевом, конечно же, режиме и о режиме физических нагрузок. Как правило, осень – это начало, это сезон всего, да, и бизнес-сезон и так далее. В том числе все активно идут в спортзал после лета, после отпусков. Ведь в связи с этим, с физическими нагрузками питания тоже следует поменять. Вот на что здесь ещё обратить внимание? Здесь обратить внимание… Во-первых, я бы порекомендовала как терапевт, чтобы тоже осознанно подойти к этому процессу. Если у вас, например, физическая нагрузка была на нуле летом, то сразу не ходить на высокоинтенсивные тренировки и подбирать всё-таки по своему самочувствию. И плюсом сейчас очень много стало тех, значит, пациентов, которые, например, приходят, им ещё хуже становится на самой тренировке, потому что это как раз идёт дефицит самого и витамина D, и железа. Поэтому здесь вот как раз нужно сначала обследоваться. Я всё-таки вот к этому склоняюсь больше, что нужно обследоваться, а потом уже идти в спортзал. А если без обследования, то это как раз тренировки низкой интенсивности. Дальше по поводу водного режима. Водный режим. Сейчас стало холодно, и пить, конечно… Хочется меньше. Да, хочется меньше. Но в то же время мы можем сориентироваться, значит, не только по своему вот этому чувству жажды, да, всё равно посмотрим, сколько мы пьём в течение дня, оценим. Я рекомендую тёплую воду. И с утра можно сделать такой тоже напиток. Имбирь и лимон. Если нет никаких противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта, значит, этот напиток можно согревать. Например, температура 38-40 градусов должна быть напитка. И, пожалуйста, вот как раз такой тёплый напиток нужно использовать. А также про чистую воду мы тоже не забываем, потому что это всё-таки основа нашего метаболизма. Ну и стараться её между всё-таки приёмами пищи, да, то есть это важно. Мы стараемся говорить об этом на каждой программе, что всё-таки неправильно запивать еду. Здесь вот какие рекомендации дадите? Ну тут запивать еду, смотрите, тут такое двоякое мнение. Если есть гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, это 100%. Запивать не нужно. Если всё-таки это здоровый человек, в принципе, тут можно и так, и так. Главное следить по комфорту, потому что у многих идёт переполнение желудка, у многих эвакуация воды из желудка снижена. Тогда вот тяжесть образуется. А так, в принципе, если всё нормально с этим, то вода идёт по желудку, по большой кривизне и быстро проходит в кишечник. То есть она там не растворяет, ничего не уменьшает. Ну просто вот часто говорят специалисты, да, здесь в программе, что лучше за 15 минут, например, до обеда, да, либо там, естественно, до завтрака обязательно начинать там со стакана воды. Это будет более правильно. Это да, как раз если с физиологической точки зрения смотреть, то как раз вода, она подготавливает желудочно-кишечный тракт и, соответственно, активацию ферментов – это да. Обязательно хочу уточнить про обследование. Какие анализы лабораторные стоит пройти, прежде чем обратиться к нутрициологу, пойти в зал и обнаружить у себя какие-то там дефициты? Это общий анализ крови обязательно. Он нам тоже многое что покажет, хотя и самый простой анализ. Значит, дальше ферритин – это депо железа. Витамин D, 25 OHD, именно эту форму. Там есть разные метаболиты. Нам нужна эта форма. Дальше ЭКГ я бы рекомендовала тоже, потому что очень часто в зале смотрю, и бегут мужчины с красными лицами и с набухшими венами. Я как доктор очень опасаюсь, что вдруг там что-то будет, и нужно ЭКГ сдать. Ну и, соответственно, если говорить о зале, это ещё лактат. Он может нам показать, есть ли оксидативный стресс. Ну это такой вот прям минимум. А дальше уже по показаниям. Лактат называется она, есть, да, на оксидативный стресс. Ну да, про оксидативный стресс, я думаю, это вообще тема отдельного разговора. Как-нибудь, я думаю, что будет у нас возможность об этом тоже поговорить. И под занавес программы всё же хочу затронуть такой момент, как кофе. Сейчас, да, очень рано темнеет, и, в общем-то, и достаточно долго темно и с утра, и люди сейчас, мне кажется, осень – это такой рекордсмен по употреблению кофе. Что здесь, какие будут рекомендации? Здесь, смотрите, очень много исследований о том, что кофе имеет пользу, но оно должно быть фильтрованное и свежесваренное. Это первое. Второе – мы смотрим на генетику. Если генетический анализ питания нам может показать, что мы или можем использовать кофе кто-то даже до 5-6 чашек, безопасно это будет для метаболизма, для сердечно-сосудистой системы, для детоксикации. Есть люди, у которых детоксикацию и вообще риск сердечно-сосудистых заболеваний кофе настолько сильно увеличивает, что им даже одну чашку кофе не рекомендуется по генетике. А есть те, кто может пить 3-4, вот так. Но по практике я скажу сразу, что есть люди, у которых есть зависимость. То есть они выпили одну чашку, за ней 2-3-4 и так далее. Тут, конечно, надо убирать, максимально убирать и даже вообще полностью убирать. Есть люди, которые маскируют свою усталость и начинают пить кофе, когда им только, например, усталость. Мы не уходим вглубь причины в итоге, только маскируем и пьем, пьем это кофе. Вроде бы бодры от кофеина, от одной чашки другой. Тут тоже надо сначала разбираться и убирать кофе, и разбираться, что к чему. А так самый практический такой способ, если генетику сдать пока, например, недоступно или ещё что-то. Например, выпили чашечку кофе и смотрим время, после которого мы выпили, через сколько мы побежали в туалет. Если мы метаболизм нормальный, то человек идёт по-маленькому в туалет в течение 15, ну максимум 30 минут. А если метаболизм нарушен, то ничего такого не происходит. Это первое. Второе, может быть, даже ещё отёчность. Хотя кофе выводит жидкость лишнюю, но вот у этих людей бывает отёчность после кофе. Поэтому здесь вот очень всё индивидуально. Смотреть за самочувствием, да. Я благодарю за разговор нашу гостью Наталью Сычёву. Наталья врач-терапевт, диетолог-нутрициолог. Так, спасибо большое. Разговор, как всегда, очень полезный, интересный. Я думаю, что наши слушатели очень много что полезного для себя почерпнут. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.